Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, дорогие мои, посмотрите, какой у нас дождь. Ах, какой у нас дождь. И пока тихонько, пока мы не слышим всяких поганых звуков, мы знаем, какие это звуки, а мы слышим Божий звук капель дождя. Я наслаждаюсь сегодняшним днем. Посмотрите, как капельки падают на мою мятку, как она дружно поднимается, как все пробуждается весна, апрель, апрель, апрель. И вы знаете, дорогие мои, вот посмотрите на смоковницу. Инжир в Библии называется смоковница, смоковый. Посмотрите, сначала появляется ягода, инжир, а потом уже листики. И когда читаешь Библию, каждый по-разному понимает тот момент, когда написано, «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Смотрите, он не нашел, он увидел, что смоковница без вообще смоков. А вы видите, как должно быть? Сначала появляется ягодка, а потом листочек. Вот такое интересное дерево, инжир, дорогие мои. И что же сказал Иисус? Он ей сказал, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек». И слышали то ученики. Пошли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Вы не ослышались? Он их выгонял. И не просто выгонял тех, кто в храме занимается не тем, чем нужно, потому что храм – это дом Божий. Это не торговля. Так вот, он начал выгонять продающих и покупающих, кто продает, грешен и покупающий также. Вот так вот будет изгонять тех людей, которые в храмах продают. Вот так Иисус будет изгонять их от своего престола. Как бы они ни говорили, и что бы они ни рассказывали, но тут всё написано и всё ясно. Начал выгонять продающих и покупающих, написанных в Библии, в храме. Из столы миновщиков, из камьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречётся для всех народов. А вы сделали его вертепом разбойников. Да, во что превратили храмы. Уже не знают, что делать. Итак, вот Христос так разобрался. Но в предшествующее было засохла смоковница. Он её проклял, а потом в храме их всех повыгонял. Посмотрите, как друг за дружкой идут события. Дорогие мои, вы можете понимать, как хотите это. Я это понимаю абсолютно однозначно. Потому что я знаю, как плодоносит смоковница. Сначала должен быть плод. Если плода нет, а листья, значит это просто растение, которое функцию свою кормить не выполняет. У каждого растения своя функция. У одного насыщать нас травкой, допустим, витаминами какими-то, очищающая, лечебная. А вот функция вот этой смоковницы – кормить и радовать нас хорошими вкусными плодами. Он увидел – нету. Листья есть, а смокв – нету. И проклял её. Дерево, которое ещё в Библии написано – не приносит доброго плода, будет сожено. Понаблюдайте за собой, приносите ли вы плод, добрый ли он. Потому что есть чёткое распределение. Всего два. Одна сторона – вечность, райское место. Второе – это тоже вечные муки, адское место. Те, кто добрый плод оставляет, я делаю акцент, добрый плод, плод любви, идёт туда, где Господь. А тот, кто после себя ничего не оставляет, или оставляет разрушение, страдания, болезни, негатив, обиды, то это, конечно же, часть адская ожидает. Посмотрите, как всё пробуждается. И нужно мне будет уже освобождать кое-какие цветочки от травки, которая проросла. А вон там у меня календунка, календулка, ещё называют ноготки, пробуждается тоже очень важное, нужное растение. И как цветок радует глаз. И, конечно же, как чай. Это профилактика многих-многих болезней. Но сейчас не об этом. Сейчас о смоковнице, которая не дала плода, а листья уже были. Хоть и не время было, там добавка есть, собирание, но до собирания ещё, знаете, как далеко. А проклятие Иисусова уже было на таких. А дальше переворачиваем столы продающих и покупающих. И всех тех, кто непотребством в Доме Божьем занимается. Вот такая последовательность интересная. Кто-то как-то по-другому видит в другой плоскости. Но это так, так, дорогие мои. Дождь великолепный. Как же он мне нравится. Весенний дождь. Сейчас нету грома, не громыхает. Нет молнии, нету дикого ветра, как бывает. Такой дождь мне не нравится. А вот такой спокойный, весенний, тёплый дождь, он мне нравится. Вы знаете, а есть люди, которые усложняют себе жизнь. Они теряют покой, пытаясь найти какой-нибудь тайный смысл в происходящих событиях. Хотя всё же как на ладони. Вместо этого стоит попытаться просто увидеть главное. Извлечь урок, сделать выводы и идти дальше. Я хочу ещё рассказать. В одном селении на окольном пути росло небольшое дерево с неказистой кроной. Его ветви были в большей части неуклюжие. Силуэт был с одной стороны корявый, а с другой оформленный. Когда дерево увидел разбойник, ему показалось, что это полицейский подкараулил его, и разбойник скорее скрылся за поворотом. Когда на силуэт дерева посмотрел влюблённый юноша, ему показалось, что это его любимая ждёт и не торопится попасть в его объятия. Вернее, торопится. Она торопится, потому что она уже ждёт. И юноша с радостью что? Побежал ей навстречу. Когда на дерево взглянул маленький мальчик, который был под впечатлением страшной сказки, то он увидел чудовище, что приготовилось накинуться на него. Мальчик расплакался и прижался к маме. Но дерево всегда было просто дерево. И вот мы каждый смотрим на разные истории библейские, по-разному, разные взгляды у нас, смотря что повлияло на нас и как повлияло на нас. Вот я на эту историю смотрю так. Кто, как будет смотреть на эту историю, прочитайте. Прочитайте эту историю в Библии, обязательно прочитайте. И напишите, как вы видите эту историю. Мне интересно, как вы разберёте. А знаете, что я вам хочу сказать? Что когда вы читаете Библию, а это священное писание, оно богодухновенно так написано. Вот как Божий Дух у вас поведёт. Как Он вас поведёт в этой истории? Богодухновенно. Библия, всё писание написано. Богодухновенно. И Святой Дух, который работает в вас, когда вы исследуете Библию, а писание нужно исследовать, так написано. Это не художественная литература, что раз, прочитал и ушёл. А его надо исследовать, написано в Библии. Когда вы его исследуете, вас ведёт Святой Дух. Мало того, Он работает и с вами, с вашими родными и близкими. Старайтесь читать, произнося вслух. Так что, дорогие мои, ещё ответ тоже на тот вопрос, когда меня спрашивали, вы знаете, проклинать нельзя. Да, я знаю, проклинать нельзя. Но вы знаете, в Новом Завете вот есть такое проклятие, когда Иисус проклял ту смоковницу, которая не принесла плода. И вообще, кто не приносит добрый плод, мне жалко этих людей. Каждый день стараемся, изо всех сил стараемся, ободрить кого-то, помолиться за кого-то, помочь кому-то, поделиться с кем-то. Особенно, особенно акцент делаю в тех условиях, в которых живём мы. Кто меня слышит, кто рядышком со мной, кто рядом в наших сёлах. Нам особенно нужно ободрять друг друга. Каждой капле дождя радоваться. Радоваться. Радуйтесь, дорогие мои. И Бог, Бог улыбается нам. Он держит нас. Он держит нас в своей крепкой теснец. А я люблю вас. Вот такой вам дарю сегодня в моём саду огромный тюльпан. Да благословит вас всех Господь обильно во всех сферах жизни. И приносите плоды. Не будьте той смоковницей. А то, а то может случиться такое, что вот стоит, а засохла. Давайте жить, процветать и приносить плоды.